В небе элита российской армии. Бойцы подразделения спецназа третьей отдельной бригады, базирующейся в Самарской области. Сегодня их задача высадиться в нескольких километрах от места дислокации условного противника. Вертолет на точке первый пошел. Один за другим бойцы десантируются. С земли за процессом следят офицеры. Минутный полет и первые бойцы на земле. Прыжки выполняются со высоты до полутора километров. Каждое действие отточено заранее. Тренировки у нас проходят каждый день. То есть у нас должно уже как бы рефлекторно это все работать. То есть отцепка, запаска, отцепка, запаска. При порывистом ветре до 6 метров в секунду приземлиться в нужной точке задача не из легких. В этом бойцам помогают новые парашюты. Арбалет два на вооружение. Они поступили около года назад. За год каждому необходимо совершить 12 прыжков. Впрочем, у многих это число уже перевалило за сотню. А это уже сама войсковая часть третьей отдельной бригады спецназа. На плацу солдаты-срочники вместе со старшими товарищами отрабатывают технику рукопашного боя. Чтобы быть в форме, тренировки проходят ежедневно. Старослужащие делятся опытом. Разведчик пробежал 30 километров. У него уже нету сил махать ногами, руками. В спецназе нужны не пудовые кулаки, а гибкий ум. Третье отдельное гвардейское варшавско-берлинское краснознаменное ордену Суворова третьей степени бригада специального назначения как военное формирование было создано еще в 1944 году. С тех пор служить сюда попадают лишь лучшие из лучших. Должен быть психически устойчивый, подготовленный, развитый во всех отношениях человек. То есть проходят они особый отбор, проверку по всем категориям. Отбираем самых лучших с высшим образованием, спортсменов. Звание лучших в Самарской области, а может быть и в России, бойцы ежегодно доказывают на международных соревнованиях «Золотая сова» в Казахстане. Из восьми стран участниц самарские спецназовцы всегда в тройке лидеров. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События.